книга открытым оком том 3 вопрос 1026 тема смерть если приснится умерший родственник и он зовет к себе то можно ли это понимать так что этот человек которому приснился сон скоро умрет отвечает игнатий тихонович лапкин в нашей книге к истинному православию в главе о сне все это подробно освещается сны верить запрещается это может быть никакой не ваш родственник а злой дух соверши крестное знамение сотворив молитву и не обращая на сон никакого внимания да сам поменьше спи а побольше молись побольше читая библию и побольше работой до третьего пота книга к истинному православию а сне что такое сон сновидение это третья часть нашей такой коротенькой земной жизни сон служит и во благо и во зло в зависимости от того как воспользуемся им и навел господь бог на человека крепкий сон и когда он уснул взял одно ребро его и закрыл то место плодию и создал господь бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку бытие 221 22 и я человек смертный подобные всем потомок первозданного земнородного и я в утробе матерней образовался вплоть в десятимесячное время сгустившись в крови от мужа и усложнения соединенного со сном премудрость соломона 7 1 2 не ты ли вылил меня как молоко и как творог сгустил меня кожу и плотью одел меня костями и жилами скрипил меня и в 10 10 11 сны бывают страшные и приятные ты страшишь меня с нами и видениями пугаешь меня книга его 7 14 когда ляжешь спать не будешь бояться и когда уснешь сон твой приятен будет притчи 3 24 плохой сон бессонница есть испепеляющая болезнь когда ложусь то говорю когда-то встану и вечер длится я ворочаюсь до 100 до самого рассвета и в 7 4 в большинстве случаев бессонница бывает от излишествов пищи от страха безделия сладок сон трудящегося мало ли много ли он съест но пресыщение богатого не дает ему уснуть экклесиаст 5 11 во время успокоения на ложе ночной сон а расстраивает ум его и во сне он как днем на страже будучи смущен сердечными своими мечтами как бежавший из поля брани во время безопасности своей он пробуждается и не может надевиться что ничего не было страшного хотя это бывает со всякой плотью от человека до скота но у грешников 7 крат более сего сирахова 45 8 здоровый сон бывает при умеренности желудка стала рано и душа его с ним страдания и бессонницы и холера и резь в животе бывает у человека ненасытного сирахова 31 21 23 цитата немногим довольствуется человек благовоспитанный и потому он не страдает одышкою на своем ложе конец цитат безбожники нечестивцы грешники нередко бывают усердны на зло будучи свободны от правильности таковым господь говорит напрасно вы рано встаете поздно просиживаете едите хлеб печали тогда как возлюбленному своему он подает сон псалом 126 2 стих известный случай когда люди в буквальном смысле проспали царство доставшиеся тем кто не спал бойся спать после еды ибо это заражает сонной холерой говорит ян амос каменский трудно отстать от этой привычки цитата какова была решимость ваша чтобы удалиться от бога увеличьте ее в 10 раз чтобы обратиться и искать его варух 4 28 профессор витебский курган практикой всей своей жизни доказал всему миру что раньше чем через два часа после еды ложится спать значит усиленно наживать себе болезнь кишечника и желудка сон мой убегал от глаз моих вспоминает пастух иаков бытие 31 40 из фир 6 1 на все дела свои добрые проси благословения у бога и у друзей его и скажешь спокойно ложусь я и сплю ибо ты господи един даешь мне жить в безопасности псалом 4 9 и будешь спокоен ибо есть надежда ты огражден и можешь спать безопасно и иов 11 18 храни заповедь отца твоего и не отвергай наставлений матери твоей когда ляжешь спать заповеди будут охранять тебя притчи 6 22 вставать необходимо рано но тому как че под потому как человек встает его сравнивают или с певучим жаворонком встречающим на зарю в небе или с хищной собой кто сидит долго ночью и встает поздно когда кто сидит долго ночью и встает поздно когда солнце выше крыши сталин и его кремлевские подельники набирали активность в самую глухую полночь потому что они не заснут если не сделают зла пропадет сон у них если они не доведут кого-то до падения ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения книга притчи 4 глава 16 17 расписание же суток человеку дал сам бог ты простираешь тьму и бывает ночь во время нее бродят все лесные звери восходит солнце выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера псалом 103 20 22 с рассветом встает убийца умерщвляет бедного и нищего а ночью бывает вором и в 24 14 кто встает поздно ссылаясь на то что долго не мог уснуть жалуясь на нервы нервы это дверь через через которую удобнее всего дьявол входит человека жалуясь на работу или на то что он долго читал а потому и проспал таким свидетельян златоуст говорит праведник ночь превращает в день то есть бодрствует на молитве а ты день превратил в ночь описывая истинно ангельскую жизнь монахов добавляет что в полночь настоятель чуть коснулся ногой подвижников и вот уже горы огласились небесным хором кто привык любит заниматься чем-то ночью редко полезным святым а днем лежит подобно мертвому тот живет по воровскому режиму распорядку при фонаре на ногах при солнце на боку долго спать равнозначно тому что и быть наркоманом ибо бог сна у еллинов морфий поздно встающая сова это филин на развалинах духовной жизни псалом 101 7 стих о том что вставать нужно всегда очень рано говорят все монашеские уставы монах отличается от простолюдина только тем что не имеет семьи остальные требования одинаковые в посте должна быть строгость во сне воздержание но все уставы близ того по которому действуют добровольцы матери терезы калькутской подъем в 4 40 утра встал рано успеешь совершить утреннее правило молитвенное прочитать кофизму из псалтири или славу совершишь не менее ста поклонов христу богородице ангелу хранителю всем святым не спеша все это успеешь прочесть из ветхого и из нового заветов несколько глав из всех птиц позднее всех подает голос воробей постарайся встать до его неизысканной песни если это уразумела душа твоя то сегодня же ставь часы на 6 утра и с этого рубежа начинай наступление к заветной цели помалу убавляя и в течение года все наладится и на том закрепись как на межевом столбе не отступая от границы большинство грехов идут в паре ложь с пьянством лень с воровством сон с блудом бессовете с непослушанием и сон привлечет на себя все грехи перед богом имеет цену мужества но сон привлечет на себя все грехи перед богом имеет цену мужества победа над естественными пожеланиями ничто человеческое не чуждо должно быть не спровернуто подвигом таковые наследует обещанное царство небесное побеждающий наследует все и буду ему богом и он будет мне сыном откровение 21 7 туда господи веди твоих героев и аиль 3 11 пишу вам отцы потому что вы познали сущего от начала пишу вам юноши потому что вы победили лукавого пишу вам отроки потому что вы познали отца 1 иоанна 2 13 бдением побеждай сонливость под ударами в темницах в изгнаниях в трудах в бдениях в постах в труде в изнурении часто в бдении в голоде и жажде часто в посте на стуже и в ноготе 2 коринфянам 6 5 27 и 11 глава 27 стих я встану рано псалом 56 9 воспрянь псалтирь и гусли я встану рано псалом 107 3 даруй мне рано услышать милость твою ибо я на тебя уповаю укажи мне господи путь по которому мне идти ибо к тебе возношу я душу мою псалом 142 8 а утром встав весьма рано вышел и удалился в пустынное место и там морился марка 1 35 предваряю рассвет и взываю на слово твое уповаю псалом 118 147 ранняя пташка носок прочищает позавтракала а поздняя глаза продирает кто рано встает тому бог дает в единоличной жизни зарю зарей смыкал мужик твардовский колхозник уже соломон из глубины 30 веков взывает да коли ленивец будешь спать когда ты встанешь от сна твоего немного поспишь немного подремлешь немного сложив руки полежишь и придет как прохожий бедность твоя и нужда твоя как разбойник притча 6 9 11 о священниках треба исполнителях для которых лишь бы кадила в руках ходила к ним вопиет пророк Исаия стражи их слепы все и невежды все они немые псы не могущие лаять бредящие лежа любящие спать и это псы жадные душой не знающие сытости таинство требуя все за деньги свечи перепродают и это пастыри бессмысленные все смотрят на дорогу каждый до последнего на свою корысть Исаия 57 10 11 замечено кто спит днем хотя бы час в возрасте до 60 лет тот сокращает свою жизнь а кто не дает спать час после 60 лет также сокращает срок жизни даже мирские люди как Елизаров Эдисон спали не более трех часов в сутки при крайней усталости днем и даже после еды сидя прислонись к стене на 10-15 минут и этого с тебя довольна покой будет в небе там вечное субботство ранним утром пока ум еще не охвачен волнениями дня легко заниматься чтением священного писания кто опаздывает на богослужение под тем горит постель в капли выжимай по капли выжимай из себя обломовскую лень ленивец заговорит лев на улице посреди площади убьет меня притчи 22-13 за грехопадение для исправления жене назначено от бога рождать в муках а мужу в пути лица добывать хлеб не за компьютерными играми и не на стриптизе на танцы не давай глаза не давай сна глазам твоим и веждам твоим дремания притча 6-4 под голову кулак а под бока и так говорит пословица много спать дело не знать кто долго спит тому денег не скопить сонлив так и ленив зарю проспать рубля не достать сон смерти брат для ленивого милая подружка подушка поняв это муж поет я назову тебя зоренькой только пораньше вставай добрая настоящая жена хранительница очага встает рано она чувствует что занятие хорошо и светильник ее не гаснет и днем не гаснет и ночью весело смотрит она в будущее встают дети и ублажают ее муж и хвалит ее притча 31 глава сон прообраз смерти телесной и духовной порог даниил 12-2 многие из находящихся в опрахе пробудятся мотфея 9-24 не умерла девица но спит сказал христос и смеялись над ним стань спящий воскресни из мертвых и осветит тебя христос ефесянам 5-24 отдаст земля тех кто спит в ней 3-я ездра 7-32 каждый раз ложась спать мы прообразуем свою смерть и читаем в вечерней молитве и анна дамаскина владыка человеколюбец неужели мне отрасей гробом будет или еще каянно мою душу просветишь днем вот гроб предлежит мне вот смерть предстоит сон смерть успение серахов 34 глава упокой господи души усопших раб твоих спи дорогой брат значит кто-то будет их будить когда раздадутся архангельские трубы и явится с неба господь христос святые оставили нам пример удивления своими подвигами чтобы не проспать когда еще не было будильников они придумывали разные приспособления память 20 сентября жития Каприана Устюжанского камень держал в руках спал стоя 5 июля афанасий афонский погружал лицо водой 3 мая феодосий печерский обходил кель когда слышал разговор удалял рукой в двери спящим его никогда не видели только иногда садился 25 января попли если находил спящий в келье рукой ударял в двери и сурово укорял 2 сентября Многие многие не спали всю седмицу 6 ноября Лука почти не спал 23 декабря Нифонт когда находил сон бил палкой себя 18 декабря Аготип отказывался от сна 30 марта Иоанн Лестринчик спал мало чтобы только не сойти с ума 8 мая Арсений Великий Инноку достаточно спать 1 час 12 апреля Акакий Новый истинный монах должен спать полчаса 2 января Серафим Саровский спал опершись на мешок с кирпичом голову на руки 6 июля Виссарион 40 дней ночей не вздремнул и ни о чем не подумал 40 лет не ложился спать 24 мая Симеон Дивногорец 30 дней не спал прочитывал за ночь иногда всю псалтирь 19 января Макарий Александрийский 20 дней в келью не входил не уснул и 40 дней не ел не ложился видел как эфиопы бесы клали на глаза людям в церкви два пальца засыпали 5 октября Матфей Печерский видел как эфиопы кидали цветы и к кому приставал цветок тот человек из мысли в благовидную причину выходил до окончания службы из храма 21 октября Иларион Великий страница 472 цитата Однажды Однажды наставлю в покое В покое начал читать до воскреснет бог и без сгинул описывая свой распорядок Авва Дорофея едва находит время прилечь на самое малое время. Попытки Павлова и П. и других объяснить, что же такое сновидение, это поистине вторая жизнь, часто более интересная, более умная и даже прорекающая будущее, пока ни к чему не привели. Скорость сна молниеносна и виденная в одно мгновение описывалась многие часы. Сновидения сны бывают трех родов. От Бога, от забот и переедания и от дьявола. Пророческие сны от Бога. Бытие 28.12.37.5.45. Книга Даниила 1.17.2.1. Иаиль 2.28. Третья ездра 11.1.14.8. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истина Слово Божие и что вскоре Бог исполнит сие. Бытие 41.32. Бог говорит однажды, если того не заметят в другой раз во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты и сна. Иов 33.14.15. Чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Выписка из преподобных отцев в арсенуфе Великого Иоанна. Руководство к духовной жизни. Москва, 1892 год. Страница 279. Вопрос 413. Как смеет дьявол в видении или сонном мечтании показать владыку Христа или святое причастие? Ответ. Ни самого владыку Христа, ни святого причастия показать он не может, но лжет и представляет образ какого-либо человека или простого хлеба. Но святого Христа показать не может, ибо не находит средства изобразить его другим образом. По элику мы знаем, истинное знамение и образ Христа дьявол не смеет употребить его к прелещению нашему, ибо на кресте разрушена сила его, и крестом нанесена ему смертельная язва. Владыку Христа мы не можем узнать по плоти. Почему дьявол и покушается лживо уверить нас, что это он, дабы мы, поверив обольщению, как истине погибли? Итак, когда увидишь во сне образ Христа, знай, что этот сон истинен и от Бога. Но постарайся от святых получить истолкование о значении его, и не верь своему помыслу. Если действительно явится тебе святой крест, то он упразднит надменность высокомудрия. Где Бог, там нет места злу. Вопрос 415. Я слышал, что если кому явится три раза один и тот же сон, то и его надо признавать истинным. Ответ. Нет, это несправедливо. Не надо верить и такому сну. Тот, кто один раз явился кому-либо ложно, может сделать сей три раза и более. Береги, чтобы не быть поруганным демонами, но внимай себе, брат. Сны от демонов на вождение, валящее в заблуждение. Иеремия 23, 27, 32. И вот я на пророков, ложных снов, говорит Господь. Что общего у Микины с чистым зерном? Не слушайте снов ваших, которые вам снятся. Иеремия 29, 8. Пустые и ложные надежды. У человека безрассудного и сонные грезы окрыляют глупых. Как обнимающий тень или гонящийся за ветром, так верящий сновидением. Сновидение совершенно то же, что подобие лица против лица. От нечистого дьявола, что может быть чистого? И от ложного, что может быть истинного? Гадание и приметы, и снобедение, суета, и сердце наполняется мечтами, как урождающий. Если они не будут посланы от Всевышнего для вразумления, не прилагай к ним сердце твоего. Сновидения многих ввели в заблуждение, и надеявшиеся на них подверглись падению. Сирахов 34, 1, 7. Понятно желание людей, желающих проникнуть за тайну гроба. Но это сокрыто. Не ваше дело знать времена и сроки. Когда Конфуция спросили, есть ли польза от поминовения умерших, он сказал, «Если скажу, что есть, вы забудете живых, перестанете о них заботиться. Если скажу, что нет, вы забудете совсем о мертвых. Когда умрете, тогда узнаете». «Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно-мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом». Послание Колоссянам, 2, 18. «Желая объяснить то, о чем умалчивает Библия, написали целые тома об избавлении из ада по молитвам о Арупе Паисию, совершенно игнорируя прямые слова Христа. Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твою жизнь, твоей лазарь злоя. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что, хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Евангелие от Луки 16.26 На подобные репортажи из ада Иоанн Золотовус говорил, «Чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Будем творить со слезами о них молитвы и подавать милостыню, уповая на милость Божию». И когда сектанты спрашивают нас, «Где же сказано о молитве об умершем в Библии?», мы должны прямо сказать, «Нигде». Но есть только очень косвенные намеки, выводы. «Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь, и за Бога так припираться?» Ев. 13.7.8 «Вещины видят ложно и рассказывают сны лживые, они утешают пустотою». Захария 10.2 «Поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пасты. На пастыре и воспылал гнев мой, и козлов я накажу. Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов, которые пересказывают друг другу?» Иеремия 23.17 «Летают сны мучители над грешными людьми, и ангелы-хранители беседуют с детьми». А. Пушкин «Священник на исповеди дознается, не верил ли снам, книгам, сонникам, ибо это есть грех?» Писание предупреждает «Старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Деяние 2.17 «Вразумляемы, но не оглупляемы до уровня бессмысленных скотов». Псалом 72.22 Галатам 3.3 «И бродят ненаученные и невежественные прихожане, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей». Исайя 19.14 «Не слушайте снов их» Иеремия 29.8 «От себя ли говорят, или из книг, дозволенных духовной цензурой?» «Видение во сне ангела наводит страх, но ангел и успокаивает. Дьявол же наводит страх неприхорящий. Ужас и трепет дыбом встали волосы на мне». Иерем 4.13.15 «Ночь дана человеку не только для восстановления жизненных сил, но и для молитвы. Подними, малое дитя среди ночи, хотя бы 2-3 молитвы, пусть оно послушает. Если не сейчас, то когда же ты приучишь его к этому?» Говорит Златоуст. Псалом 118.55 «Каждую ночь омываю ложа мою слезами моими, омочаю постель мою». Псалом 6.7 Исследователи космоса внезапно обнаружили чудесные звуки каких-то гармонично звучащих, «как бы органных труп на высоте 120-450 км, особенно ночью. Что это? Стоны и струны молитв святых? Отчего химический состав всей галактики более всего похож на молекулы формалина, применяемого в моргах? Не реквием ли это миру, не отзвук ли на грехопадение наше?» Бытие 3 глава. «А трубы не та же ли октава из Иоанна 3 главы гимн благодарности Богу за Сына Его Христа, умершего за каждого из нас? Ночь тиха, пустыня внемлит Богу, и звезда звездою говорит». М. Лермонтов. Полночь означает время скорби, время царствования Антихриста и смерть каждого из нас. «Се жених грядет в полуночи, явление Христа с небес с ангелами». В полночь Господь поразил всех первенцев земли египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. Исход 12.29 «Но в полночь раздался крик, «Вот жених идет, выходите навстречу ему».» Матфея 25.6 «И сказал им, «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба».» Лука 1.5 «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их». Деяния 16.25.20.17 «Не будем спать, как прочие». 1 Фессалоникийсам 5.6 «Как те, кто живет по воровскому режиму, ночью творят злое, а днем спят мертвецки. Но скажем на деле, «Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой». Псалом 118.55 «Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть». Притчи 20.13 «Грязному камню подобен ленивый, всякий освещен бесславия его. Воловьему помету подобен ленивый, поднявший его с постели отряхнет руку». Сирахов 22.12 Мнимо верующие свирепо реагируют, если их поднимешь чуть раньше десяти утра. Воспрянем же от литургического и от литургического сна. Да обрящет он нас бдящими, ожидающими своего Господина. Если Господь сподобит нас нести игое его в тюрьме, в лагере, в армии, в больнице, то поставь за правило всегда и там вставать раньше всех на один-два часа для молитвы и чтения Библии. «Не спеша помоли за всех живых и умерших в Господе. Следует быть ревностным, да не восхитит кто венца Твоего, да не изгладит Господь имя Твое из книги жизни». Исход 32.32 «Однако ж тому не радуйтесь, что духи Вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена Ваши написаны на небесах». От Луки, Евангелие 10.20 «Побеждающий обличется в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцем Моим и пред Ангелом Его». Откровение 3.5 Филиппийцам 4.3 «А о нечестивых молитва не о упокоении их в Царстве Небесном, но да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся» Псалом 68.29 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова